Фотопроект «Жены героев» продолжает приобретать широкую известность, особенно в Каспийске. Осенью прошлого года известный городской фотограф Алена Нормагомедова решила принять участие во всероссийской фотосессии с женщинами, чьи мужья сейчас находятся в зоне СВО. Выставки ее глубоких и наполненных смыслом работ были представлены в образовательных учреждениях Каспийска, а также одна в Махачкале в Доме дружбы, которую посетил и министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов. По словам Алены, желающих присоединиться к проекту было очень много, поэтому сегодня девушка провела еще одну фотосессию, но теперь присоединились и матери военнослужащих. «Оказалось, что было много желающих присоединиться. Писали, просили, и я решила не останавливаться и проект продолжить. Именно поэтому мы все сегодня здесь, и мы продолжим это благое дело». Фотопроект «Жены героев» зародился в Самаре, когда жена генерала-лейтенанта Екатерина не смогла связаться пару дней с мужем, который на тот момент находился в зоне СВО. Оно очень переживало и боялось его потерять. Девушка случайно увидела китель мужа, накинула его на плечи, посмотрела в зеркало и увидела перед собой сильную женщину. Для участниц из Каспийска этот проект – очень сильная поддержка для самых близких и родных людей. Мне позвонили подруги с Рязани и сказали, что вот есть такой-то, такой-то проект, не хочешь поучаствовать, у тебя муж находится там. Я в связи с тем, что я живу уже 10 лет в Дагестане, я просто подумала и решила, почему я должна ехать куда-то туда. Пришла на тренировку, куда мы ходим вместе с Аленой, и показала ей этот проект. Я говорю, не хочешь попробовать сделать его? И она сказала, давай. Отметим, что Каспийск стал третьим городом в реализации проекта в России после Самары и Казани. После такой широкой глазки теперь и другие субъекты страны начинают активно присоединяться в фотосессии жены героев. Анастасия Колесникова, Асиату Малатова, Амарбек Газиев. Новости, телеканал «Среда». Субтитры создавал DimaTorzok